В городской думе Южно-Сахалинска в среду прошло очередное заседание. Повестка июньской сессии состояло из 19 вопросов, посвященных функционированию и развитию областного центра. Одно из принятых депутатами решений относится к предстоящему юбилею Великой Победы. Подробности в нашем сюжете. Важной темой заседания стала подготовка к празднованию 80-летия Победы, которую страна отметит в будущем году. Народные избранники решили увеличить выплаты, которые к 9 мая и 3 сентября получают участники и ветераны Великой Отечественной, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма и дети войны. Мы приняли нормативный правоак, который позволяет увеличить выплату ветеранам Великой Отечественной войны практически в два раза на следующий год. То есть при формировании бюджета на 2025 год эта выплата уже будет предусмотрена. Хочу отметить, что это выплата только мы говорим о местном бюджете, но есть также выплаты еще и федерального и регионального бюджета. Вопросы социальной поддержки продолжили обсуждением премии Гордумы, которые присуждают педагогам. Отличившиеся учителя и воспитатели получают ее более 15 лет. Список из 10 достойных награды преподавателей представил депутатам муниципалитет. Его утвердили единогласно. Партамент образования предлагает вашему вниманию кандидатуры педагогических работников образовательных организаций городского округа на присуждение премии. На заседании подвели итоги работы с бюджетом прошлого года. Депутаты утвердили отчет о его исполнении. Доходная часть городской казны составила 38 миллиардов рублей и большую часть их направили на социальную сферу. За эффективностью расходования средств следит контрольно-счетная палата. Она также отчиталась сегодня о своей деятельности. Проведено 378 экспертно-аналитических и 10 контрольных мероприятий. Кроме этого, депутаты проголосовали за перевод из федеральной собственности в муниципальную нескольких участков инженерных сетей. Эти коммуникации обеспечивают жилые дома водой, канализацией и электричеством. Для их эффективной эксплуатации город примет их на баланс, а затем передаст в аренду ресурсоснабжающим организациям. Дмитрий Зелинский, Алексей Вершинский, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Продолжение следует...